И дня нет без ссоры. Вроде бы безобидная вещь, но к чему может привести? Это все он. Он не должен был брать мои игрушки. Но они же общие. Опять вы все делите, но вот не можете вы жить в мире. Расскажу я вам историю о двух братьях. Историю древнюю, мудрую. Было у Адама и Евы двое сыновей. Одного звали Каином, а второго Авелем. Братья часто ссорились с детства, и когда они повзрослели, обратился Каин к брату с таким предложением. «Послушай, Авель, так не может дальше продолжаться. Давай лучше поделим мир поровну между нами. Каждый получит свою часть, все будут довольны и прекратятся, наконец, эти бесконечные раздоры». Авель рассудил, что нет в этом предложении ничего плохого, и согласился. «Тогда Каин говорит, ты бери себе всех животных и скот, а я возьму все земли. Будем жить, поживать и в дела друг друга не вмешиваться». «Прям всех-всех зверяков?» «Да», — Авель согласился и стал скотоводом. Но вскоре снова явился к Кавелю Каин. «Ты почему это, братец, спасешь свой скот на моей территории? Забыл, что вся земля мне принадлежит?» «Постой, да как же мне быть?» Авель даже растерялся. «Куда мне стадо выгонять?» «По мне? Так можешь хоть по воздуху летать со своими овцами. Воздух он ничей. Слыхал? Пошел, пошел, улетай отсюда поскорее». Тут пришла очередь Авелю рассердиться. «Если ты так, — говорит, — то давай сначала разберемся, из чего сделана твоя одежда. Известна из чего, из шерсти. А шерсть откуда? Не от моих ли овец? Так что, если ты мне не разрешаешь им пастись на твоей земле, то я не разрешаю тебе пользоваться состриженной с них шерстью. Ну-ка, раздевайся немедленно». Так они ссорились весь день, не переставая. Только Авель перейдет со своим стадом на другое место, Каин бросается за ним вдогонку, и все начинается сначала. Один кричит. «Забирай свою скотину и летай с ней по воздуху». А в ответ «Ты сначала одежду с себя шерстяную сними. Раздевайся, кому говорят». В конце концов, Каин так рассверепел, что схватил здоровый камень и бросил в брата. Попал Каменявелю прямо в голову и испугался. Но вместо того, чтобы помочь раненому, стал еще громче кричать. «А ты теперь решил своей кровью мою землю испачкать?» И снова стал швырять в брата камнями. «Улетай отсюда! Улетай скорее!» Упал Авель на землю и испустил дух. Тут только дошло до Каина, что он наделал. И такой ужас его охватил, что он бросился бежать без оглядки. Нигде остановиться не может. Нигде нет души покоя. Стал Каин вечным скитальцем. Бродит по дорогам, бьет себя кулаком в грудь и рыдает. «Ох, какое страшное дело я совершил! Нет мне прощения!» Прошло много лет. У Каина родились сыновья. С раннего детства внушал он каждому из них урок, давшийся ему такой ужасной ценой. Мир не может существовать ни без землепашцев, ни без скотоводов. И не надо пытаться его делить. Тот, кто владеет землей, должен давать возможность хозяевам стата и ремесленникам жить на ней. А те, в свою очередь, не должны отказываться удовлетворять нужды земледельцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok